всем привет дорогие друзья с вами снова барин и у нас очередной выпуск читали избы в которой мы смотрим продолжение моей коллекции комиксов к сожалению я приболел но надеюсь что скоро поправлюсь и так начать сегодняшний выпуск хотелось мега артефакт это диана джонс и судьба атлантиды издание 94 95 годов от эггмонта россии вот тогда же они кстати выпускали и на судьбу атлантиды и 6 выпусков огрома на востоке сожалению эти комиксы больше не переиздавались особенно под одной обложкой то есть это кстати сами комиксы были именно комикс адаптацией одноименной видеоигры от хэлла барвуда до старого года компания luxarts был тут даже конкурс по следам приключений диана джонса можно было выиграть не то фон или видеомагнитофон значит но в любом случае комикса содержали ряд отличий от самой игры особенно то что одну треть оригинальной видеоигры можно было пройти тремя разными путями здесь все-таки пришлось как-то авторам ну что-то выбирать то есть в принципе глобальных отличий есть поездка в ленинград который не было в оригинальной игре есть соответственно роль маркуса броди скажем так расширена по сравнению с оригинальной игрой где он был эпизодическим персонажем также показано как джонс преподает лекции своим студентам ну вот в общем и целом то есть какие-то основные все персонажи и многие сюжетные повороты они здесь присутствуют тем не менее и вот как раз таки вот она реклама грома на востоке единственно что скажу что как по мне комиксы конечно вышли не фонтан то есть игра гораздо интереснее но благодаря вот этим комиксами научился читать вот у меня по моему был вот этот выпуск точно я помню может еще какие-то я уже не вспомнил и иначе меня за что-то мать наказала а мне тогда где-то по только только 6 исполнилось я еще читать не умел вот и значит мать отказывалась метод комикс прочитать я пошел к своей бабушке она у меня была учителем русского языка литературы и вот на основе этого комикса она меня научила читать что благодаря индиану джонс у меня не только историческое образование но я еще и научился читать такой вот получается мега артефакт очень аккуратно его храню с любовью и заботой значит следующий комикс это получается великолепное приключение 2 серия комикс этот 98 года выиграл я его участвуя соответственно в конкурсе русского альманаха комиксов там я занял третье место вот мне как подарок прислали вот именно этот комикс но честно говоря особо я его пока не читал и насколько я понял то есть это вот такая была линейка и здесь у меня только вторая плане сюжета поэтому просто без первой части я боюсь многого не пойму а мы идем дальше то есть есть вот такой выпуск секретные материалы нулевой год то здесь здесь что самое интересное то есть это комикс со своим собственным сюжетом потому что обычно все комиксы по секретным материалам в большей своей части были просто комикс адаптациями серии телесериала во вторых у нас здесь скажем так две временные линии то есть линия в современности за молдера искали и линия 45 года за двух других агентов фбр которые столкнулись первый раз с делом под грифом x ну то есть принципе штука на самом деле занятная то есть всем любителям секретных материалов настоятельно рекомендую ознакомиться комикс этого на самом деле стоит что здесь у нас даже есть вот подшивка этих обложек оригинальных выпусков с как они там все выглядели вот это у нас как раз таки в оригинале и dw издавали вот ну а мы с вами дорогие друзья идем дальше есть вот такой вот чудо это кроссовер черепашки ниндзя и секретные материалы но если быть конечно правильным все таки это черепашки ниндзя и одинокие стрелки вот кстати они то есть если кто помнит был такой спин-офф сериал прось по секретным материалам точнее от секретных материалов за вот эту очаровательную троицу продержался он всего лишь один сезон значит и здесь у нас кстати в этом комиксе даже присутствует агент малдер но совсем эпизодически то есть вот он ну собственно и все и есть у меня от комикс по черепашкам ниндзя от миража то есть напомню что мираж это издательство которое выпускало оригинальные комиксы то есть кевина истмана и питер ларда вот это у нас выпускало издательство illusion studios в 2014 году поскольку насколько помню первый раз вот комикс миража выпускала соответственно издательство маха он который печатала вот эти вот черепашки ниндзя от арчи комикс которые были именно по как раз таки мотивам мультсериала 87 года ну и дальше пошли там свои уже собственные сюжеты здесь конкретно вот у нас получается второй выпуск от соответственно миража studios и здесь история про то как черепашки ниндзя познакомились с эйприл нам кстати впервые здесь показывают бакстера стокмана то есть может быть и многим зрителям моего канала эта история будет знакома по мультсериалу 2003 года поскольку мультсериал 2003 года он как раз таки на комиксах от миража базировался оригинальных конечно ну там со своими тоже особенностями изменениями допущениями и потом по моему сезон 4 вон там какие-то уже свои истории они стали снимать из-за чего потом мультсериал начал скатываться собственно такой комикс и так следующий комикс это комиксы по симпсонам то есть они у нас где-то выходили так если не соврать приблизительно с 2005 где-то по 2009 10 год уже точно честно говоря не помню вот бонга комикс у нас их издавала здесь у нас были свои оригинальные сюжеты не по мотивам соответственно мультсериала были вот такие вот плакаты то есть чаще всего с обложкой но имеется ввиду как обложка самого комикса то есть они даже были двойные можно было бы странных повесить притом самое что хорошее они делались так что не повреждался сам комикс к сожалению то есть они у меня где-то не в очень хорошем состоянии все сохранились что-то я уже в более поздние года покупал с рук вот что-то я успел еще купить в скажем так вот выхода вот сами эти комиксы обычно были еще 90-х годов вот здесь у меня уже даже ложка так уже порвалась вот здесь вот 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 здесь как раз бар под майкл джексона с альбома бэд сделан даже двойной постер здесь у нас еще до другой комикс есть разве где у нас вот такой плакат еще был вот таким бонусом идет совсем понятно почему сюда его запихнули типа как такой бонус и вот такой последний выпуск а то я еще покупал сам то есть фактически в год актуальности пробуем что-то у меня нет и какой-то достался для по-моему даже за то что мяты был уцененный здесь уже они ведь как сделают видимо экономили поэтому плакат если уже выдергивать он вредит именно сам комикс это вот уже 2009 год есть вот такие комиксы про тома и джерри то есть до недавнего времени они у нас уходили вот такой более артефактный выпуск 2001 года с каким-то чудом он у меня сохранился возможно кстати такой еще с такой вот детской даже пары наверно с моего такого детства юношества артефакт остался от эпохи и еще такие современные уже тома джерри из которых выходили в двадцать первом году они у меня тоже есть здесь правда как я смотрю часть комиксов ну по крайней мере в новых выпусках это какая-нибудь адаптация с самих оригинальных мультфильмов например как вот приключения в море только он сделан именно как бы этот самый встречу но вот этот сюжет именно адаптация не помню мультику он там по моему был только конца сороковых то ли начало пятидесятых то есть наверняка кто как бы в детстве еще и смотрел на вич с тот помнит вот это вот соответственно серия вот у меня скажем так когда была возможность я вот их там покупал то есть не то что их там собирал но по крайней мере вот они были достаточно дешевые можно было их взять прибыли в таком классическом комиксном исполнении значит вот такой вот рапуцель день дружбы то есть он как раз таки сделан по мультсериалу 2017 года вот при том даже лучше чем большинство серии этого мультсериал то есть мне на самом деле понравился вот так что всем кто рапунцель любит рекомендую также есть от александра феррари комикс адаптация оригинального полуметражного мультфильма но тут фактически никаких отличий от оригинального мультфильма нету вот выпускала кстати этот комикс издательство черный код и самое что интересно то есть возможно это какой-то неофициальный выпуск потому что здесь нету вообще никаких копирайтов то есть не информация про тираж не всякая правовая информация не имя автора не диснея ничего значит вот такой был журнал мир принцесс иногда там печатали комиксы у меня есть как раз таки специальный выпуск за 21 год первых ну то есть получилось по-моему двор 21 года который посвящался как раз таки мультсериалу про рапунцель и вот здесь да есть один из комиксов тоже за автостом александра феррари то есть вот такие комиксы с 2017 по 19 год печатались в поддержку мультсериала вот там чаще всего был такой выпуск по два-три комикса ну вот и вот один из таких вот комиксов достаточно коротенький вот напечатали в этом журнале то есть насколько я знаю периодически у них были спецвыпуски по рапунцель и там да обычно были комиксы ну и напоследок есть вот у меня такие комиксы по лего это получается значит по ниндзяга притом здесь есть какая особенность есть у меня вот выпуск сейчас я уже даже не вспомню за какой год как у меня там году покупал в пятнадцатом или в четырнадцатом так чтоб уже не соврать вообще не помню да в четырнадцатого четырнадцатого года у меня выпуск вот и здесь вот меня что удивило такой достаточно серьезный сюжет то есть он такой лего стилистики выполнен но тем не менее он такой достаточно мрачноватый то есть но немножечко так вот этой вот лего всему не соответствует а вот например комиксы которые уже были по ниндзяке такие более современные то есть они сейчас я даже скажу уже 2016 года то есть попозже они все-таки больше видимо как-то на детей ориентировались и тут уже как раз как раз получился сюжет гораздо помягче ну собственно как и в следующем выпуске и по вот уже насколько я знаю там свернувшейся линейке лего это Nexo Knights вот тоже тут два комикса есть значит но тоже они такие вот опять же более детские тем более это у нас так чтоб не соврать даже не помню какой год уже тоже по моему 2016 что ли был да не 2016 да вот 2016 года вот здесь как бы за лор вот этого вот вселенной Nexo Knights нам честно говоря поясняли что же такие за киберрыцари вот но опять же комиксы достаточно детские ну и соответственно сегодня это все дорогие друзья до новых встреч с вами был барин берегите себя спасибо 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 спасибо